Всем привет, с вами Информ ТВ. Визитной карточкой Ольги Николаевны Науменко стали роли в фильмах «Ирония судьбы» или «С легким паром», а также тени исчезают в полдень. Однако далеко не все знают, с каким горем ей пришлось столкнуться в реальной жизни. В юности Оле удалось поступить в Щукинское училище, и все это только благодаря упрямству и настойчивости. Она подавала туда документы два года подряд. По окончанию учебы девушка вошла в состав труппы драмтеатра имени Гоголя, где служит и по сей день. Там же она познакомилась и с Александром Скворцовым, который впоследствии стал ее мужем. Они не всегда были загружены работой, но жили счастливо и дружно. Проживали молодые вместе с родителями Саши. В браке у супругов родилась дочь, которую назвали Шурочкой. Спустя несколько месяцев после рождения девочки, родители получили от театра собственное жилье. Но счастье молодых родителей длилось недолго. Когда малышке не было и двух лет, врачи поставили ей диагноз нефробластома. Тогда медицина была еще на крайне низком уровне, поэтому медики не знали, как бороться с недугом. Сашеньку спасти не удалось. Супруги тяжело переживали потери дочери. И, чтобы хоть как-то отвлечься, Науменко полностью загрузила себя работой в театре и кино. Так было, пока не наступил кризис 90-х. Тогда фильмы практически не снимались. После случившегося пара боялась иметь детей. Они опасались повторения болезни. Но когда актриса узнала, что скоро станет мамой, она решила рискнуть, несмотря на свой 40-летний возраст и печальный предыдущий опыт. Дочку назвали Светланой. Малышка, к счастью, родилась здоровой. Жизнь вновь стала налаживаться. Родители сдували пылинки со светой и старались во всем ей угодить, чувствуя себя при этом самыми счастливыми, несмотря на то, что шли тяжелые 90-е годы. Сводить концы с концами им помогала квартира, которую супруги сдавали, а сами перебрались в арендованное жилье попроще на краю города. С приходом нового столетия ситуация стала улучшаться. Ольгу Николаевну опять стали звать на съемки. Но судьба нанесла еще один тяжелый удар. В 2008 году врачи обнаружили онкологию у супруга Ольги, Александра. В 2009 году Скворцова не стала. На помощь снова пришла работа. Науменко опять стала сутками пропадать в театре. Светлана к этому моменту уже выросла и вышла замуж. Ее мужем стал француз. Некоторое время пара жила на родине молодого человека, но супружеская жизнь не сложилась, и девушка вернулась. Спустя время у нее завязались новые отношения. А Ольга Николаевна сохранила верность своему супругу и замуж больше не выходила, несмотря на многочисленные ухаживания поклонников. Мы желаем замечательной актрисе долгих лет жизни и творческих успехов. Если вы помните ее, ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!